Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Кукушка кукоет, по бездомью горюет. Кофты только такие. А вот рядом, что это лежит? Это мужские пижамы. А этот материал как называется? Сатин. А платки у вас только такие? Других нет? Только такие. Здравствуй, большой купец. А вот замечательная заграничная куртка. Себе бы взял, да размер не подходит. Эй, погоди, покупай! Благополучно ли твой караван прибыл, удачно ли торговля? Да ну, наторгуешь тут у вас. Знал бы, что вы так дрожите над копейкой, так в жизни бы сюда не сунулся. А кто там такой хмурый? Это мой внук. Ах, внук? Так ты просто обязан ему что-нибудь купить. Хотя бы вот этот портфель. Верно. Как же я мог забыть-то? Ему ведь осенью в школу идти. Вот. Пятерочка. Пятерочка. У тебя эта пятерочка, наверное, сто лет в заначке пролежала. Тьфу. Была твоя, стала моя. Получай лопоухи. Пятерочка. 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 Чикаго, ранее. Г». Генина. Грето, причина. В worst day, давай вперёд,シャ. Огонь. Пятерочка. Конечно, обязательно. Дедушка, а почему мой папка-матрос к нам никогда не приезжает? Работы у него много. На пароходе плавать, это тебе не за лесом смотреть. Бабушка, 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 погляди, что у меня есть. Не ори, человек отдыхает. А дед мне купил портфель. Давай с тобой поиграем в школу? Я буду твоим учеником, а ты будешь учительницей. Тише, ты тебя раскол разбудил. Отец, иди сюда. Не могу я сейчас, попозже, ладно? Ты беги, похвастай Сейдахмату, он на лугу косит. Сейдахмату? Ура! 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 У меня есть портфель! Ай, Олень, поглядите, какой у меня портфель. Ура! У меня есть портфель! Смотрите все, какой у меня портфель! Ура! А это мой танк. Т public is hinahe! Ту-у-у! Ура! Ура! Ну, ой-о-у! Ура-у-у! Ура-у! Попоже с ними! Ту-у! Вспянули. Ура! Ура-у! Ура! Ура-а-а-а-а-а-а! Ту-у-у! Субтитры делал DimaTorzok Дядя Сидахмат! Дядя Сидахмат! Посмотрите, какой у меня портфель! Мне его дедушка купил. Когда я пойду в школу, я буду носить в нем учебники. Вот чокнутый. Из-за такой типуховины столько крика. Кто его купил? Деда. Понятно. Твой дед. И ты тоже. Вали. Чао. Эй! Меня-то не видел. И про гитару не звук отетки. А то всыплю. Давай. Ты не слушай его портфель. Сидахмат не правду говорит. Мой дедушка хороший, добрый. Вот над ним и шутят. Вот ты увидишь. Осенью он будет на лошади нас возить в школу. Наша школа вон там, за горой. Третья выйдет в школу. Продолжение следует... Деньги на ветер нечего швырять, я ему из лоскутов сумку не хуже могла бы сшить. А может, ты надеешься, что твой подкидыш с портфеля в начальство выйдет? Не бойся, твоя дочка нам из города ни копейки не присылает. Ей чужая, мачеха, а тебе, родном отце, она вспомнила, а мальчонку нам подбросила. Надо его одевать, накормить, напоить. Бестыжая она. Опять за свое. Знаешь ведь, каково ей там в городе приходится. Только-только обзавелась новой семьей. Сколько мыкалась. Может, счастье свое нашла. Во сне счастье на его ненастье. Перестань ты мне голову-то морочить. Вон ходит нерадеха Пикей. Она тоже твоя дочь, между прочим. Что же ты ей счастья не дашь, пустобрех? Может, ты за нее ребенка родишь? Да, Раскул с ней из жалости живет. А не то он ее давно бы. Эй, старый, а чай? Я что, сама раздре оставила? Нургазы! Куда ты опять запропастился, окаянный? Нургазы! Бабушка, я здесь! Дай сюда. Смотри за теленком. Не дай бог, если он у тебя опять сбежит. Понял? Надоел. Искупаюсь. Здорово ты ныряешь. Смотри в рыбу, не превратись. Дядя Раскул, наверное, поехал в гости? Как всегда, в гости. Давай во что-нибудь играть. А то у меня портфель бабка забрала. Сегодня не выйдет, работы много. Всегда у тебя всякой работы много. А я виноват. Скучно мне. Ой, ты что делаешь? А знаешь, кем по правде я бы хотел быть? Нет. Рыбой. Видела бы ты, какая под водой красотища. Давай вместе нырнем, а? Ты зашел с ума. Ну что тебе стоит? Нырни со мной, пожалуйста. А если тебе поздно, можно просто лицо окунуть. Вот только глаза мне нужно закрывать. Нет, так плохо, ничего не видно. Ах, если бы ты нырять умела. Тогда превратились бы мы с тобой в рыб и поплыли б к озеру. Вот было бы здорово. Все бы так удивились. И дедка Бекей, и дядя Раску. Бабушка испугалась бы, а дедушке я бы крикнул. Дедушка, я скоро вернусь. Я уплываю на озеро к белому пароходу и своему бабке-матросу. А на озере я закричал. Белый пароход! Раскуй! Это я. А? И сразу забегают все. Мальчик, смотрите, мальчик рыба. А потом меня вытащу, и там будет мой папка. И что бы ты ему сказал? Я бы ему, я бы папке сказал бы, сказал бы, почему ты к нам не приезжаешь? Я там скучаю по тебе. Ты что это? А ну-ка ты не встань скорее. Я с тобой поиграть собралась, а ты плакать. У тебя аж работа. Ну и что, что работа. Можно и поиграть. Правда? Правда. Побежали на гору, смотреть бинокль. Побежали на гору. А-а-а, да, да. А-а-а-а. А-а-а. Дай посмотреть. Нет, я первый. Вон ты какой, оказывается. Никогда бы не подумала. На, смотри. Не нужно. Я ведь не всерьез пошутила просто. Ну ж, бери. Ты что, обиделся? А я все знаю. Надо вместе смотреть. Ты одним глазом, а я другим. Ага. Нет еще парохода. Давай на мою школу поглядим? А, давай. Куда ты тянешь? Школа-то справа. А вот и слева. Моя школа вон там, за молочной фермой. У твоей школы и не видно. Давай снова смотреть на озеро. Нет еще парохода. Рано. А давай бинокль с обратной стороны смотреть. Ага. О, какой дом маленький. Иметь же ботинку. А топор как близко. А индюшки-то? Прямо рукой можно достать. Проклятый! Гони, гони его! Балтек, куси! Чего ж ты лежишь? Гони! Балтек! Наказание ты мое, чтоб тебе подохнуть! На тебя. На тебя. Получай. Что б ты провалился? Вот беда-то. Нургазы! Нургазы! Ах ты, лоботряс, ах ты, стервец! Вот вернешься ты домой. Ух, что-то рву. Эй, опять ты на свою дурацкую гору залезшь? Что там тебе медом намазанную, что ли? Вот скажу Араскулу, что ты его в бинокль без спроса берешь. Он тебя убьет, убьет. А ты, Гульджамал, тоже хороша. Мужья жена, с детем играешься. Дома посидела, хозяйством занималась. Как теперь Гульджамал домой вернется? Попадет ли ей за то, что пошла смотреть со мной в бинокль? И все из-за теленка. Ты, бинокль, тоже виноват. Зачем меня зовешь на озеро смотреть? Да это ведь... Белый пароход! Здорово! Белый пароход! Здорово! 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 Слушай, не ваш бинокль. Не ругайте меня. Бинокль. Играй. Неужели я хуже других? Чем я прогневил судьбу? Ну, почему не мой сын выбежал мне навстречу? За что такое наказание? Столько лет жена порожнее ходит. Ну, погоди, баба, ты у меня сегодня повоешься. Нет, не будет у меня сына. Дом мой останется пустым, как погремушка. А имя мое, когда я умру, исчезнет. Даже похоронить достойно меня некому будет. Некому. Не убивайся, сынок. Послушай меня. Попроси рогатую мать оленику. Может, пошлет тебе сынка в своей волшебной колыбе. Да перестань ты болтать в глупости. Ты лучше повези бикей на священную гору Сулеймана. Пусть помолится хорошенько. Глядишь, и порадует тебя. Отцом станешь. Глядишь, никогда она не родит. Не приголубить. Не приласкать мне моего жеребеночка. Даже такого щенка у меня нет. Иди сюда, хоть тебя поцелую. Иди, маленький. Был бы у меня сын. Эх, каким бы я его джигитом вырастил. Он не гнил бы здесь, как я. Не торчал бы в этой глуши с вами несчастными людьми. Жил бы он в городе. Должность бы имел большую. Это уважение, почет. Выстоит. Кабинет с секретарём. Во дверей народ. Сразу войти не смеют. Пробеют. У порога мнутся. Можно? Можно? Ха-ха-ха! Вот это жизнь. Пошли, Ольга. Уходи, отец. Что с тобой, Роском? Так же нельзя. Пошла, пошла. Уходите. Куда ты? Не лезь, сами разберутся. Ведь она же дочка моя. Дочка. Чего с твоей дочкой не будет? А если б они жили за тысячу километров? Деда! Ты что, каждый день бы ездил их разнимать? Деда! А тебе тут что нужно? Марш домой. Живо. Деда! Не надо. Нет. Нет. Роскол. 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 Сынок, лучше меня ударь. Пусть я от твоей злости пострадаю. Ну, бей, бей меня. Роскол, прошу тебя. Убирайся. Ну, как, доволен? Жаль, он тебе твои усы не повыдергивал. Идем домой. Роскол. Она же не виновата. Она же не виновата. Сынок. Вот, опять все раскидали. Только и делаешь, то убираешь за этими бездельниками. И за какие только грехи мне такое мучение. Роскол. 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 Р Ты уж не сердишь, что я не с тобой. Бабушка на меня заругалась. Дедушке моему плохо. Дядя Раскул опять его обидел сегодня здорово. Моя тетка плачет. Слышишь? Вот бы мать олениха вернулась, то она на нас в обиде. А, да ты ничего про нее не знаешь. Она покровительница нашего рода. Дедушка мне всегда про нее рассказывает, когда я его прошу. Давние-предавние времена, когда лесов на земле было больше, чем травы, а воды больше, чем суши... Жило одно древнее племя на берегу большой и холодной реки. Энисай называлась та река. Что значит мать? Вот видишь, люди и в древности называли родину матерью. Разные племена стояли тогда на Энисайе. И не было мира между ними. Один кровавый набег сменялся другим. Убить человека стало доблестью. А жить награбленным считалось почетнее, чем своим трудом. Однажды люди хоронили своего вождя. В жертву духом, покровителем племени было принесено девять девяток разных животных. Сорок ветвей, сорока благословенных родов собралось тогда, чтобы проститься со старым батыром. И по неписанным законам на время трауры недолгий мир воцарился на Энисайе. По старинному обычаю начались тризны. Одна печаль, в ней другой. Как-то на рассвете Заснули утомленные люди. Никто из них мог подумать, что сегодня на них обрушится ужасное несчастье. Никто не догадался вслушаться в печальный крик странной лесной птицы, появившейся с вечера. Только старуха-колдунья знала, что кричит птица «Быть беде! Быть беде!» «Быть беде!» Тихо! 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 Дура птица! Пусть свершится то, что предсказано судьбой! А птица кричала человеческим голосом. Да, и была она вестницей великого горя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 людей. Этот край назывался Исык-Коль. Прошло время. Вырос мальчик, стал юношей. И тогда рогатая мать Олениха женила его на одной из своих дочерей. А когда у них первенец родился, мать Олениха принесла им на своих рогах колыбель с колокольчиком на дужке и стал умножаться их рот. Вот, с тех пор и говорят в народе, у кого нет детей, те должны молить рогатую мать Олениху, чтобы она принесла им колыбель. Деда, а чего дядя Араску не попросит, чтобы мать Олениха принесла ему колыбель, а? Видишь ли, не верит он в нее, да и ушла давно от нас, рогатая мать Олениха? А почему она ушла? Обиделась на людей, вот и ушла. Предали люди ее любовь, убивать стали Олени. Деда, дед, а дед? А вернется рогатая мать Олениха? Да. А Бог и ведает. Успокоились? Давно уснул? Давно. Сначала в кровати с портфелем играл, а потом я отобрала. Ну, чего молчишь? Отвечай же. Все в порядке. В раскол я вложил спать. С добрым утром, Олень! Чтобы он провалился, твой город! Чтобы ты там под машину попал, бродяга! Кого бабушка ругает? Светах Мацлава в город ушел. Ты цыгуль затопил! А ты куда собрался, начальник? Что, тоже в город? Ну-ка, дай портфель. Игрушка эта тебе? Баба... Дай вам с дедом волю, вы весь дом перевернете. Это же вещь, на дороге не валяется. Она за деньги куплена. Осенью тебе идти в школу? Вот тогда и таскай свой портфель, сколько вредит. Бабушка, ешь, нашел в себе забаву. Ой, машины! Ура, 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 там едут машины! Ура, ура, машины! Ура, ура! Ты откуда взялся, джигит? Да, ура! Рад у тебя сыграть! Здорово, паухи! Привет, старик! Здорово, малыш! Как жизнь, браток? Бабка! Бабка, подожди! Не уезжай! Бабка! Бабка, это же я! Подожди, бабка! 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 Не уезжай! Бабка! Бабка, это ты! Ты приехал ко мне! Ты приехал за мной, правда? Чего? Отца-то, как зовут? Пищен. Видишь? А меня зовут Кулубек. Эй, джигит! Погоди! Ты что же, не по обычаю поступаешь? Не сказал, как тебя звать? Откуда ты? Я вон с того кордона, внук дедушки Мамуна. Дедушки Мамуна внук? Ха! Так мы с тобой все равно, что братишки. Правда? Я твоего деда хорошо знаю. Он с моим отцом вместе на фронте воевал. Постой. Возьми-ка. Только смотри. Не теряй его, приеду проверю. Передай деду привет. Скажи, что видел Кулубека сына Четпая. Приезжайте в гости! А теперь ты похож на девочку. Хочешь кино покажу? ПОЗИТ采opus ПОЗИТАЛИ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дядя Колобек, а ты видел на озере Белый пароход? Конечно, братишка. Он у нас на Иссыкуле один. Я его даже на пристани видел. Совсем близко. Ну, вот как сейчас тебе. Продолжение следует. Продолжение следует. Идем? Дядя Колобек, а пошли где-то Белый пароход видеть. Там мой папка, он матрос. Я знаю. Слыхал. А, все равно нам его не найти. Дедушка говорит, что у него много работы. На пароходе платье, а то не за лесом смотреть. Спой, моя зона. Ну, что ты мальчик? Спой. У тебя же голосовка колокольчик. Он мне всю душу размягчает. Спой, птичка. Очень прошу. Куда ты? А кто же споет? Раскул отпусти ее, она тебя стесняется. Поговорить с тобой хочу. Сегодня, сынок, ты на весь день услал в горы Сейдахмата. Вчера Гюджамал зачем-то день рождения выдумал. Так? Я у нее все разузнала. Тебя не мамоном командовать. В милиции служить надо. Погоди. Ты на старухе не смейся. Я многое повидала в жизни. И научилась. Умей делать добро человеку, который тебе нужен. А ты, а Раскул, моя последняя опора. Только на тебя еще могу понадеяться. Ведь я одна, совсем одна осталась. Близких у меня никого нет. Муж давно умер. Дети умерли. Никого не осталось, чтобы по обычаю нашему похоронить меня. Посуди сам. Разве племянник мой Сейдахмат похоронит меня по-человечески? Или надеется на этого недотепу, мумуна, за всю свою жизнь не сумел рубля накопить? Живем так, что стыдно людям в глаза смотреть. Не переживай. Ты над всем стала ближе, чем мать. На меня можешь положиться. Помрешь, похороню тебя всем на зависть. Спасибо, сынок. Других слов я от тебя и не ждала. Да боюсь, слова твои с делом разойдутся. Почему? Семья у тебя некрепкая. Вот-вот развалиться может. Детей у нас нет. Мысли у меня в голове вертятся. А сказать тебе побоюсь. Говори. Хочешь жену новую? А что, молодую, желанную? А пикей куда девать? Эх, раньше. Да что далеко ходить. Мой отец не двух, трех же он имел. Ничего, никто не сказал худого слова. Ну, выкладывай. На ком ты меня женить собралась? Наверняка у тебя на примете уже кто-то есть, а? Не без того, сынок. Почему бы тебе не взять в младшие жены нашу, как Жамал? Кого? А что это охват? Ему мы другую сосватаем. С нормом, чтобы из него человека сделать. Он же сопляк. О, ты мать сильна. С твоей головой старая надо в министры быстро. Ха-ха-ха. Да попусту ты хлопочешь. Не то сейчас время. За такое тебе беру. Не будь глупцом. Я что сказала, женись, печать поставь. Женись так, чтобы никто ничего не знал. Без всяких бумажек. А с Гюльжомал просто. Родит тебе одного. И все, куда ей деваться. А Колым платить кому? Было бы чем. А уж кому дело второе. Мне, например. Мы с Бикей у меня посидим, чайку попьем. Поговорим. Нет. Нас хоронить, брат, рановато. Ха-ха-ха. Раскол себя еще покажет. Милые! Раскрыжем! А-а-а! Вы живые! Остановитесь! А-а-а! Ползи! Ползи, мой Бог! Господи, ты что, не видишь? Земля ходуном ходит. Смотрите! Смотрите, опция закон разнесли! Господи! Что же будет? Ах, это беда какая. О, Господи! Господи! Отпусти грехи мои! За что меня караешь? Не дай мне пропасть! Спаси, Господи! Защити меня всемогущий! Создатель милосердный! Не губи! Грешно! О, ведьма двуличная! Мишка заговорила! Не губи спаситель! Это ты виновата, что мы прокляты! Тебе моей жизни загубленной мало! Хочешь и девчонку несчастной сделать? Да? Чтоб ты сквоземлю провалилась, подлая! Чтоб ты сдохла! Старисоння! Герша, мама! Доченька! Я виновата перед тобой! Прости старый, этот дьявол меня попутал! Прости грешную мою мысль! Против меня не держи зла! Мама, не нужно! Ну, что вы! Я должна тебе сказать все сейчас, потом будет поздно! Я хотела, чтоб ты стала второй женой Араскула! Нет! Никогда! Это ты пусть собрюхая подстроила! Из-за тебя Кюль-Жамал сбежала! Ни при чем я здесь! Пусть ты мне глаза высохнут! Брешь! Него я не знаю! Брешь в твоих рук дело! Араскул! Не виновата, Дюкей! Никто здесь не виноват! Просто снюхала тяду вертикводка с прежим шофером, с сыном Чапаэль! А я-то думаю, что у нас тут нашим колзоном нет! Деда, а почему дядя Кулубек не приезжает? Ведь он обещал! Раз обещал, приедет! Уж лето кончилось! У дяди Кулубека все нет! Может, машина у него поломалась? И чего тебе дался этот шофер, не пойму! Не приедет он! Можешь успокоиться! Деда, слышал, и самого Фрунзе передали про нашу новую школу! Роскул, здорово, да? Быстрее, бабушка! Я в школу опаздываю! Да успеешь! Готово! Надевай! Ну, бабушка! Роскул, по зарезу нужен лес! Если можешь помочь по старой дружбе, дай знать, как и Тай! Собирайся, отец! Сейчас на гору пойдем! Роскул! А ты поезжай, передай-ка Китаю, все сделаю! Черт бы побрал этого Сайдахмата! Как работать, так его нет! Никак опять в город сбежал! Трактор за него стоит разобранный без пользы! Ты мне подсунула этого бездельника! Не могу я сейчас? Внука надо в школу везти! Чего? Ты это брось! Не может мне простить, что Юджамал удрала! Дед, ты иди с ним в лес, подождет школа! Дай Бог, чтоб тебя всегда так тянуло к учению! Роскул! Ты только не сердись! Я мигом обернусь! Смотри, Воба! Склон крутой, как бы нас бревном не зашибло! Ты что это? Хочешь меня убить? Роскул! Зачем ты кричишь на меня? Седину мою хоть немного уважил бы! Его седину! Тебя зашибет ничего! Ты, старик, прожил уже свое! А если со мной что случится, кто возьмет твою бесплодную дочь? Кто на нее позарится? Крепче держи! Как ушла, Гульджамал совсем раскулзбесился! Пьет с утра до ночи! Да живей ты, живей! Лес в заповеднике рубит! Держи! Продает направо и налево! С ним и раньше такое случалось, когда лес-промхоз закрыли! А теперь? Ох, не кончится это добром! И откуда только такие люди берутся? Олени! Олени! О, древняя мать Рогатая Олениха! Она спасла нас от смерти! Это дети Рогатой Матери Оленихи! Вон они! Ты видела раскол? Хватит болтать! Распутывай по стромке! О, мать Олениха! Покровительница наша! Неужели олени вернулись в наши леса? Не забыла нас Рогатая Мать? Простила нам наши грехи! Что ты там бормочешь? Все сказки свои рассказываешь! Ну, хватит! Идем! Останутся, может, олени! Приживутся! Надо же! Совсем забыл! Раскул, мне за внуком пора ехать! Уроки-то кончились! Ну и что? Пусть бревно полежит! И пока ты пообедаешь, я быстренько туда и обратно! И долго ты думал? Мальчонка плакать будет! А хоть плакать будет! А нам из-за его слез дело бросать! Все утро мне нервы трепал, школу отвезу! Ну ладно, отвез! Теперь и школу привезу! Издеваться вздумал? Ты гляди у меня! Не сердись, сынок! Я-то Бог с ним! Пойми, горевать малыш будет! В такой день! В такой день, такой день! А чем он особенный? Так ведь олени вернулись! Не надо бы тебе, сынок, злиться в этот радостный день! Ха! Ты что, старый? Спятил совсем? Или всех, кроме себя, считаешь дураками? Да плевал я на твоих оленей! Бревно у меня, понял? Довольно был там не заниматься! Мне все равно, кто у тебя там плачет! Помоги, рогатая мать олениха! Не дай застрять, бревно! Дай силы коню! Дай силы коню! Эй, что ты довозишься, комель, комель, поднимай! Эй, а ну, слезай с коня, он еле живой, не видишь, упадет сейчас! В слезах тебе говорят, ишь, расселся! А ну, под ноляк! Коня, коня, раскол поднимай! Держи, держи, ноги поломай! Повод, повод, раскол возьми! На что ты делаешь, поднимай! На себя бери! Помогай ему! А теперь отцепляй пивно! Зачем? Надо! Пусть отдохнет! Заморенный совсем! Чего выдумал? Ты не дури! Привно сейчас надо вытащить! Вечером за ним приеду! Эй! Эй! Ты куда? 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 В школу пойду! Там меня с тобой до внук ждет! Не сходи с ума! А ну, вернись быстро! Твою! 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 Иди назад! Мерзавец ты! Смотри-ка! Ах, ты так заговорил! Ну, я тебе еще покажу! Сволочь! Господи! Не плачь, мамуна! Придут за тобой! Просто опаздывают немного! Идем! Посидим в классе! Ну, вставай! Что тут сидеть? Братишка! Братишка! Что с тобой? Дядя Колубек! Малыш, а где дедушка? Это что, брат ваш? Нет! Просто хорошая знакомость! Нет! Братишка! Не плачь! Я сегодня там нельзя плести. Ешь, ешь. Не стесняйся. Приедешь к себе на кордон, а ты сытый. Вот все удивятся. А я тут вспоминал про тебя. Хотел как-то заехать, но не смог. Подарок даже приготовил. Вот дурная голова. Подожди-ка. Так. Держи. Он твой. Спасибо большое. Ха-ха-ха. Эй, в подобег. Держи. 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 Так-так. Держи. Держи. Проходите, дедушка Мамон. Садитесь. Ну-ка. Вот, пожалуйста, чай. Как дома? Все живы, здоровы? Спасибо, потихоньку. Сколько собирался к вам, так и не вырвался. Все землетрясение, сами понимаете. Работа выше головы, вся страна помогает. Не сидеть же нам, сложа руки. Да. Пейте еще. Чего-то идем. Обидчивый ты у меня. Не надо быть таким. А, они прибыли. Выживший из ума дед со своим ненаглядным внуком. Куда? Бревно в реке осталось, пойду вытащу. Опомнился. Ты лучше сходи, посмотри на свою дочь. Она заперлась в доме с едохмата. Как паршивую собаку ее вышвырнул на улицу муж. Да ты в уме? Когда это ты начал перечить людям? Героем с каких пор стал? Дочерей своих вырастил непутевыми? Так зато теперь внука хочешь на начальника выучить? Жди. Ты скоро не только шапку, голову потеряешь. Знал бы свое место. Да раскул тебе, как курица, шею свернет. Деда. А ну поставь коня на место. Мы с тебя бревно вывезем. С сегодняшнего дня я тебя уволю с кордона. Проваривай на все четыре стороны. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Дай мне ту чашку. Пропускай скорей, тороплюсь. Куда это на ночь глядят? Дело есть. Ай, отец, совсем не смотришь за казаном. Ай, отец, совсем не смотришь за казаном. Ай, отец, совсем не смотришь за казаном. Сколько накипи. Эй, артист, хватит кривляться, делом займись. Подержи переноску. Деда. Дедуля. Ты, это цы... Нет. Нет. Ты иди. Я это самое, я за огнем слежу. Ну, и тяжелевая. Одни рога сколько весит. А ну, посвети, и что-то плохо видно стало. Встань сюда, болва. Эй, вот умрет твой дед, я эти рога ему на могилу поставлю. Пусть все знают, в каком почете и уважении он у нас жил. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Звучит музыка. Сейчас я тебе пыльону дам, вмиг поправишься. Ради тебя, Кокетай, я готов на все. Я люблю тебя, друг. Аксакал, Аксакал, теперь вы что-нибудь скажите. Да уж, куда ему? Да я не умею говорить. Отец, не мучайся. Говори, что положено в таких случаях. Давай, валяй. За мир в этом доме? А там, где мир? Там и счастье, дети мои. Не пил, не пил, да выпил. Вы думаете, он у нас обыкновенный старик? Ничего подобного. Молодец, старик. Дядя Кулубик. Дядя Кулубик. Скорей, скорей, скорей. Они там, там, они там. Они едят на поленики. Стопы? Да нет! Ты здесь никому не нужен, а то так дам, что забудешь своё имя! Дядя Колубик! О, это ты! Эй, нет тебе места на нашей земле! Ты чужой всем людям! Ха-ха-ха! А-а-а! 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 Выходим мы, значит, на опушку леса! Я деду сунул в руки ружьёк! Стреляй, мол! А он смотрит на меня ребёнком! Глазами умаляет и всё жемчет, как ненормальный! Ха-ха-ха! Прости, говорю, дорогая мать оленяка! Прости! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Прости! Ха-ха-ха! 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 Субтитры делал DimaTorzok Ты слышишь меня? Больше я не хочу здесь оставаться! Я хочу к тебе! Я поплаву к тебе рыбой! Я поплаву к тебе рыбой! Девушки отдыхают! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова